МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Древней Греции все, кто мог носить оружие, все воевали. И поэтому, чтобы что-то такое совершить в спорте, нужно просто освободить молодых боеспособных людей для того, чтобы они смогли бегать, прыгать, метать там свои метательные снаряды, бороться и так далее. 15 лет назад одновременно со вторжением России в Грузию начались Олимпийские игры в Пекине. Россия нанесла сегодня удары ракетами типа Искандер по городу Покровск в Донецкой области. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о не менее чем семи погибших, число раненых превысило 80 человек. Среди погибших есть спасатели, прибывшие на разбор завалов после первого удара. Как отмечают представители украинских властей, это новая тактика российских войск. Удары наносятся с интервалами, с расчетом, что спасатели прибудут на место обстрела. Ракеты разрушили верхние этажи многоэтажки и стоящие рядом гостиницы. Через считанные минуты после ракетной атаки по Покровску туда прибыла работающая на востоке Украины съемочная группа телеканала «Настоящее время». Послушайте репортаж корреспондента «Настоящего времени» Андрея Кузакова. Первые минуты после ракетного обстрела в Покровске Донецкой области. Верхние этажи двух соседних зданий разрушены. Вокруг куски кирпичей, стекло и огонь. Очевидцы рассказывают, что удар был нанесен двумя ракетами. Как позже уточнил президент Украины Владимир Зеленский, это были российские «Искандеры». Первая ракета прилетела в жилой дом. Через полчаса было второе попадание в гостиницу «Дружба». Второй российский удар произошел в тот момент, когда на место приехали спасатели, медики и полиция. Мы только подъехали с аварийной машины. Мы только подъехали и взрывали. Тут там погибших, я не знаю. Там же ребята спасали, и пожарные приехали, и скорые как раз стояли. Она как раз туда пролетела. Вот представьте, что там сейчас. И как только спасатели вновь приступают к работе, объявляют о возможной третьей ракете. Выходим оттуда! Воспорта третий удар! Почитаем помещение! Все разбегаются кто куда. Жители домов убегают с домашними животными на руках. Ракета пролетела. Вот первая пролетела. Побежали все. Я только помылся. Побежали все людей вытаскивать оттуда с пятого этажа. На улице погибшие были, раненые, тяжелые. Я пошел переоделся, потому что мокрый весь в песке. Пошел переоделся, думал, выйдут сюда на ларек кофе попью. И вторая пролетела. Прям надо головой. Я смотрю, как хлопнуло, попадали все. Повылетало все. Ни в окон нету. У меня там мясо стояло, сжарилось. Не знаю, может сгорело уже. Угроза третьего удара еще не окончена, но спасатели идут разгребать завалы. Под ними могут быть раненые и погибшие. У этого мужчины от российского ракетного удара погиб близкий человек. Просит полицейских забрать тело. Я подошел, она вон так как лежит под балконом. Сейчас, сейчас, сейчас. Это какой подъезд? Первый подъезд. Балкон. Первый этажа. Как это произошло? Да я не знаю, я в городе был. Супруга позвонила, говорит, что мама убила. Вот такие металлические кубики найдены на месте попадания ракеты. Это шарапанель. Николай, военнослужащий ВСУ, возвращался через Покровск на фронт. После ракетного удара сразу начал спасать людей. Говорит, что вытянул 10 человек. Видите, у крови весь. Штани мои у крови. Весь сам у крови, руки. Все у крови. Я встег, я людей врятовал. Заходим все в дом. Никто не боится. Молодцы, украинцы. Залетает дом, оно на голову падает. Ну, на входе оно падает. Спасатели продолжают разбирать завалы. Опять находят погибших. Становится известно, что во время повторного удара погиб заместитель начальника управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Андрей Мельченко. Неожиданно к разрушенному дому бегут медики. Сейчас происходит спасательная операция. Только что из-под завалов достали раненого. Его забирают. Скоро помощь. Спасатели и медики подбадривают выжившего и поздравляют со вторым днем рождения. Через полчаса стало известно о семи погибших. И около 30 раненых. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова из города Покровск в Донецкой области, который минувшей ночью подвергся нескольким ракетным обстрелам со стороны России. По последним данным, погибли не менее семи человек, ранены более восьмидесяти. Ну а вооруженные силы Украины продолжают делать ставку на разрушение цепочек снабжения российских войск на оккупированных территориях Украины. Как я уже упомянул вчера, были нанесены ракетные удары по Геническому и Чингарскому мостам, соединяющим оккупированный Крым с материком. Оба моста получили довольно серьезные повреждения. По мнению экспертов, удары наносились при помощи высокоточных ракет дальнего радиуса действия британского и французского производства «Скалп» и «Стормшадо». Российское командование заявляет, что ПВО России в состоянии избивать эти ракеты. Но Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», в интервью проекту «Радио Свобода Донбасс-Реалии» выразил большие сомнения в этом. В принципе, у них есть средства ПВО, которые могут сбивать «Стормшадо» и «Скальп», и «Таурус» тоже. Но это очень, очень сложная для перехвата цель для российских ПВО. Это очень редкий может быть какой-либо случай перехвата. Ну, конечно же, российская пропаганда заявляет, что там чуть ли не 90%, и иногда даже 100%, и 146% сбитых ракет. Но в целом, если смотреть без какой-либо бравады на характеристики и на возможности, то фаза сверхнизкой высоты полета ракеты позволяет ей обходить большинство российских средств противовоздушной обороны. Да и сама по себе ракета, она представляет собой такой себе стационарный комплекс РЭП. И даже она сама стационарно может себя защищать от российского ПВО. Да, достаточно серьезные повреждения, особенно в районе Геничевска. А что же до Ченгар? В принципе, я более скажу, это не последние на самом деле прилеты. А система будет такая же, как и при Антоновских мостах. То есть мосты будут добиваться, как Антоновский автомобильный и железнодорожный, ну и, конечно же, Каховский. Только там работала реактивная система залпового огня, здесь будут работать крылатые ракеты. И в какой-то момент мосты попросту будут выведены из строя, и россияне вынуждены будут использовать понтоны для того, чтобы переправлять технику. Но это значительное снижение, во-первых, грузопотока, это самое главное. И второй момент, даже если объезжать данное направление, то это только, опять-таки, временно. Я более чем уверен, что временно через Армянск. И плюс 150-170 километров объезда, ну, это логистическое плечо подвоза, мягко говоря, совсем неэффективное. Мнение военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко. Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода» Донбасс Реалии. Вы слушаете «Время свободы». Только что приговоренный к 19 годам колонии особого режима Алексей Навальный уже в 18-й раз за время своего пребывания в колонии вчера был помещен в штрафной изолятор, условия содержания в котором очень схожи с условиями в колониях особого режима. Пока непонятно, как будет суммироваться срок по приговору по так называемому экстремистскому делу со сроками Навального по другим уголовным делам против него. Ну, а сегодня Кассационный суд отклонил апелляцию на приговор 6 лет 11 месяцев колонии бывшему московскому муниципальному депутату Алексею Горинову, первому осужденному по обвинению в дискредитации российской армии. Напомню, что это дело было возбуждено по доносу после того, как на одном из совещаний депутатов муниципального образования Горинов выразил сомнение в целесообразности проведения конкурса детских рисунков ко Дню Победы в то время, когда Россия бомбит мирные города, в которых гибнут дети. Во время сегодняшнего заседания у Горинова была возможность пообщаться с теми, кто пришел в суд его поддержать. И вот, что он сказал. Есть какая-то мистическая связь. Я думаю, такой поэт был, но билистовый и Иосиф Городский. Мой отец дружил с его отцом, они вместе работали еще в Ленинграде. И когда просто здесь судили за Денинград в Москве, хотя он писал, переводил, писал стихи, вот здесь судили. Вы помните эту историю? Его мать приезжала в Толпатайе сюда в Москву. Она у нас останавливалась, в Теремовской, в Крущевке у нас. Я был маленьким, моя сестра на очереди, это помню. А тебя и его судили смотреть. Его судили за Денинград, хотя он писал стихи и переводил. А меня судят за то, что я какие-то распространенные сведения, да, не те. Хотя я просто мирный, я мирный человек, я просто призывал к миру в прекращение войны. И прошло больше 50 лет, ничего не меняется в России, ничего. Что это такое вообще? Это академистическая связь у меня, даже с этим делом возникло. Вообще безобразно, надо всю систему это менять. И чем прокуратура так и занимается, я не знаю. Сажают людей за призывающих к миру, а всю систему все надо перестраивать, конечно. Надо переходить к европейским стандартам. Люди не должны жить в таких вот условиях. Это обслуженно. Это был Алексей Горинов, бывший московский муниципальный депутат, первый в России осужденный по обвинению в дискредитации российской армии. И сегодня же прокурор потребовал 7 лет лишения свободы для общественной активистки из Петербурга Ольги Смирновой, которую тоже судят по статье о дискредитации вооруженных сил России. Время свободы. Одна из главных международных тем последних недель – военный переворот в Нигере или Нигере. Словари дают оба варианта ударения, хотя в России чаще всего говорят Нигер. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд провела вчера переговоры с военными, которые захватили власть. Во встрече со свергнутым президентом страны Мохаммедом Базумом, а также с лидером переворота Абдурахманом Чиани, Нуланд было отказано. Нуланд подчеркнула, что предупредила хунту, что США прекратят оказывать Нигеру все виды поддержки, если в стране не будет восстановлено законное правительство. Учитывая активность в Африке частной военной компании «Вагнер», имеющей на континенте серьезные бизнес-интересы, после переворота в Нигере возникли предположения о том, что именно вагнеровцы стоят за ним. Но доктор исторических наук, заслуженный профессор университета Квазулу Натал в Кейптауне Ирина Филатова в этом сомневается. Если говорить конкретно о Нигере, я просто не знаю этого. Эти данные не точны пока что, и тут надо ждать подтверждений. Очень многие специалисты сомневаются в том, что переворот в Нигере был организован именно вагнеровцами. Они действительно в большой степени стояли за переворотом в Мали, в большой степени стояли за переворотом в Булкино-Фасо. А вот в Нигере все-таки ситуация другая немножко. И здесь, скорее всего, сыграли свою роль прежде всего личные мотивы. Потому что, насколько я понимаю, бывший президент Мухаммед Базум собирался провести военную реформу, в результате которой глава его гвардии, в частности, вот Абдурахман Чиани, который теперь является главой этой военной пункты, которая пришла к власти, он должен был быть отстранен со своей должности. Так что вот это, скорее всего, и послужило первоначальной причиной. Но, конечно, не воспользоваться таким прекрасным случаем для того, чтобы установить какой-то свой контроль или свое присутствие в еще одной стране Западной Африки, вот весь этот Сахель, большой длинный пояс, который перепоясывает буквально весь африканский континент. Это очень соблазнительно. В Судане вагнеровцы поддерживают, безусловно, группу быстрого реагирования, которая пытается свергнуть правительство. И точно то же самое и в Буркино-Фасо, и в Мали. Они их приветствовали с флагами, призывали. Франция заявила о том, что она никак не согласится пожертвовать своими интересами, и что если на экономические интересы Франции будет какая-то попытка наступления, то она, безусловно, будет эти интересы защищать. А интересы там просто огромные, потому что урановые месторождения, уран, который экспортируется, экспортируется во Францию. В общем, для Франции это, не скажу, жизненно важный, но очень-очень-очень важный ресурс. Вообще, очень долгие годы Нигер был опорой западных интересов не только Франции, но и вообще западных интересов в Западной Африке. Это был центр и американского политического влияния, и очень близкие у прежнего президента, очень близкие были отношения с французами. И вот военная база, так что сложное положение. Но вмешиваться однозначно, при том, что переворот происходит под антиколониальными лозунгами, это, конечно, для них дело очень политически сложно. Россия в Западной Африке и за счет вообще африканского континента показывает всему миру, что она никак не в изоляции. Это имеет колоссальное пропагандистское значение, колоссальное просто-напросто. И вот эта идея борьбы против колониализма, против неоколониализма, за освобождение умов, освобождение от неоколониального мышления, что ли, Россия представляет себя как лидера вот этого движения и во всем мире, во всяком случае, вне западного мира. Эта идея весьма и весьма популярна. Поэтому это одна сторона – политика, пропаганда. Ну и потом, конечно, экономика, простите меня. Если бы, например, в Судане вагнеровцы очень хорошо устроились насчет того, чтобы получать прибыли от золотых месторождений, которые находились в зоне, контролируемой силами быстрого реагирования. Посмотрите, что происходит в Центрально-Африканской республике. Там ведь тоже все-таки месторождение эксплуатируется именно вагнеровцами. Так что, конечно, есть и экономические интересы. Ну и потом, это тот регион, который контролирует миграционные потоки со всего африканского континента. Так что получить контроль над этими потоками в Европу, миграционные потоки, это было бы, конечно, для России весьма и весьма выгодно. Это была доктор исторических наук, политолог-африканист Ирина Филатова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 8 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шроградский. В России впервые принят закон о так называемом «исламском банкинге» в Чечне, Дагестане, Татарстане и в Башкирии. В качестве эксперимента жителям этих регионов будет разрешено брать кредиты без процентов, но тратить эти деньги на греховные с точки зрения ислама занятия они не смогут. Исламская банковская система работает по нормам шариата, которые, например, запрещают выплату процентов, считая это ростовщичеством. Участники этой системы также не имеют права финансировать деятельность, запрещенную для мусульман. К такой деятельности относятся, в частности, производство и торговля алкоголем, табаком, свининой, наступательным оружием, плюс так называемая индустрия низменных чувств или развлечений для взрослых. Казино, тотализаторы, сделки пари, порноиндустрия, проституция, клубы, где продают алкоголь и тому подобное. Чуть подробнее об исламском банкинге я попросил рассказать экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Когда речь идет о мусульманском банкинге, обывателю, прежде всего, бросается в глаза запрет на то, чтобы брать проценты. И разум подсказывает, что все-таки как-то банковская система, даже такая, должна зарабатывать деньги. Как это делается? Обычно это делается через долю от операций. То есть, либо долю в проекте, грубо говоря, где Декханин начинает обрабатывать землю, ему бай дает денег на семена и забирает часть урожая. Если это торговец, он берет часть денег, отправляется в плавание, закупает товар на эти деньги, прибылью делится с тем, кто ему эти деньги дал. Или скинулся в какие-то там тоже местные бонзы. То есть, таким вот образом. Это не чисто в виде процент, потому что если Декханин на выражение урадится или торговец утонет вместе со своей утлой и лачонкой, то тот, кто сужал, ничего и не получит. То есть, это фактически участие такое вот в проекте. Обычно таким образом зарабатываются деньги в исламском бэнкинге. При этом договоренности могут быть самые разные, но главное, что это не какой-то фиксированный процент, а это пусть и фиксированный, но доля от того, что происходит, на что деньги даются. Но то, что вы рассказываете, опять же, для обывательского уха, звучит как, что вот этот мусульманский банкинг гораздо более рискованный, чем обычный. Все зависит от того, каким образом выстраиваются взаимоотношения. Если вы торгуете нет, и у вас налажены какие-то контакты, вы знаете цены, то это не так рискованно. Риски в любом месте есть, и другое дело, каким образом от них можно застраховаться, и это везде возможно, да, застраховать свои риски. Но в исламском бэнкинге все немножко устроено, они исходят из запретов на спекуляции, например. То есть биржевые спекуляции тоже не приветствуются, поэтому таких вот, например, открытых акционерных обществ, которые выплачивают дивиденды, их тоже нет. А есть участие немножко по-другому, да, там аналог фактически закрытых акционерных обществ. То есть там финансы работают, но с поправкой на запреты. Понятное дело, что и в Коране, и там в Торе есть запреты, которые за века существования этих религий, или тысячелетия в случае истории, люди научились обходить, да. Но фактически это все работает. Другое дело, что с точки зрения западного или англосаксонского законодательства, ряд этих операций, как правило, они оформляются еще и неформальными договоренностями, выглядят как отнование денег. Поэтому такого широкого распространения исламский банкинг до сих пор не очень получил, ни в России. В России, возможно, еще толчок какой-то будет. Ни в западных странах. То есть какие-то попытки делались, они давно уже делаются, ну, потому что в арабских странах денег много, а в западных странах периодически возникает их дефицит во время там всяких кризисов. В 2008 году было такое повальное увлечение исламским банкингом, в том числе и в России. И там в последующие кризисы, и вот сейчас тоже все бегают с этим исламским банкингом, как с писаной торбой. Но фактически это штуки не очень совместимые с антиотмывочным регулированием, это надо понимать. Ну, или не всегда совместимые. То есть вот эти системы плохо уживаются друг с другом? Они не очень понятны. И, собственно, европейские регуляторы, или американские, они не очень горят желанием вникать во все эти тонкости. И для них эти операции по определению выглядят подозрительно. Даже если они абсолютно кошерны с точки зрения общепринятой морали, но вот эта их непонятность, она вызывает подозрения. Поэтому они больше распространены между странами, где ислам является доминирующей религией, где они к этому привычны. Для них норма. Экономический обозреватель радио «Свобода» Максим Блант о том, что представляет собой исламский банкинг. И этот выпуск я вновь завершу архивной записью. Ровно 15 лет назад, в день, когда Россия вторглась в Грузию, в Пекине начались Олимпийские игры. Первые в истории Китая. Китай хотел заполучить Олимпиаду очень долго. Он реально претендовал еще на игры 2000 года, но проиграл Сиднию во многом из-за ситуации с правами человека в КНР. Выборы города, который будет принимать Олимпийские игры 2000 года состоялись в 1993 году. То есть с момента разгрома демократического студенческого движения на площади Тиняньмэнь в Пекине прошло всего 4 года. В общественном сознании война и Олимпиады – вещи несовместимые. Каждый ребенок знает, что в Древней Греции ради проведения Олимпиад войны останавливались. Впрочем, как говорили тогда, 15 лет назад, мои коллеги Петр Вайль и Игорь Померанцев, это идеалистическое представление о реальных традициях тех Олимпиад, которые отдается событиями нынешними. Олимпиада – событие глобального масштаба. И с этим бороться невозможно. Какие бы гуманистические лозунги мы не выдвигали, прикрыться олимпийскими девизами, по сути дела, если думаться не получается. Что значит, что в Древней Греции прекращались военные действия на время Олимпийских игр? Это что такое? Они что, такие были гуманисты, пацифисты и умницы? Да нет ничего подобного. В Древней Греции все, кто мог носить оружие, все воевали. А воевали они почти всегда. И поэтому, чтобы что-то такое совершить в спорте, нужно было просто освободить молодых боеспособных людей для того, чтобы они смогли бегать, прыгать, метать свои метательные снаряды, бороться и так далее. Сейчас такой цели нет. А то, что спорт всегда ассоциировался так или иначе с войной или с военной подготовкой, тоже с этим бороться вряд ли стоит. О, спорт, ты мир. Да никакой он не мир. И не случайно наиболее популярные и захватывающие виды спорта возникли в Англии в конце 19 века. Футбол, регби, бокс, теннис, потом извод британский в Канаде, хоккей. Это все потому, что Англия очень долго не воевала. Как-то национальный воинственный дух вылился в спорт. И поэтому советские нормы, там, БГТО и ГТО готов к труду и обороне, это не извращение, это нормальный ход событий. Война и спорт не противопоставлены друг другу. Это очень прекраснодушный такой мотив. Давайте не будем воевать, пока идет Олимпиада. Крочевую легенду нужно нагнетать. И нужно ставить ее в качестве идеального лозунга и девиза. Потому что идеалы всегда разрываются с реальностью. Но от этого они не должны быть отменены. Кто из людей поднимет руку и скажет, я соблюдаю все евангельские заповеди. А с другой стороны, кто поднимет руку и скажет, я их все отвергаю. Вплоть до открытия Олимпиады, правозащитники снова и снова призывали бойкотировать Олимпийские игры в Китае. Некоторые президенты, хотя и без громких деклараций, откликнулись на призыв. Правозащитники напоминали, что Китай – правонарушитель. Что он поощряет бойню в Дарфуре. Тогда как по традиции все военные действия на время игр должны быть прекращены. Гнобит тибетцев и уйгуров. Еще правозащитники напоминали, что Китай, пока не догнал в историческом отношении древнюю Грецию, поскольку греческая цивилизация основывалась на рыночной экономике, демократии и свободном развитии личности. Но что с них правозащитников взять? Они вечно недовольны, вечно угрюмы, ворчливы. В упор не видят положительного, жизнеутверждающего. Разве тот же Китай не продолжает некоторых традиций древних олимпийских игр? Разве он не берет пример с Одиссея, который, вопреки расхожему мнению о благородстве греко-римской борьбы? Во время поединка ловко ударил соперника пяткой по колену и сломал ему ногу. Или другая традиция, которую так чтит и развивает Китай. Я имею в виду борьбу без правил, входившую в перечень олимпийских видов спорта. Спортсмены, участвовавшие в этом виде спорта, имели право ломать пальцы противника. А один из чемпионов в борьбе без правил ловким ударом прямых пальцев пробил брюшную перегородку и вытащил кишки противника. О скачке на колесницах. Разве поэт Пиндар не описал со всей поэтической мощью, как из сорока колесниц, стартовавших в заезде, до финиша добралась лишь одна. Все прочие перевернулись и разбились в дребезги. Ну а кулачный бой. По правилам, да, по правилам. Удары следовало носить исключительно по голове. А лежачего можно и нужно было бить смертным боем. А, наконец, герой Персей. Разве не он, состязаясь в метании диска, по оплошности грохнул любимого дедушку? Нет, напрасно правозащитники рычат на Китай. Да он насмерть стоит за лучшие традиции древних спортсменов-олимпийцев. Петр Вайль и Игорь Померанцев о традициях Олимпиад в Древней Греции. Архивная запись 2008 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Широградский, и продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова